В прямом эфире новости ОТС. Сегодня пятница, 30 января. В студии Ангелина Леденева. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. Стариков вытащили уже. Я говорю, бейте окно, вытаскивайте. Вот здесь они в этой комнате спали. Вытаскивайте стариков. Он хозяин-то побежал, разбили вот с соседом с этим. Вытащили стариков. Я говорю, а дети? Пожар в Аскетиме. В огне погибли дети. Конечно же, это же очень болезненно как для судебного пристава-исполнителя, так и для человека, кто отдает в счет погашения долгов своих домашних питомцев. Любимого шпица в счет долга. Запретят ли судебным приставам изымать домашних животных? Я никуда ее не отдам. Я говорю, я замолчу, когда умру. Все. И то есть кому сказать слово, поэтому никуда не отдам. Да? Благополучная семья может лишиться своего ребенка по вине строителей. Вынужденная мера или чиновнищая глупость? ЧП в Аскетиме. Сегодня ночью во время пожара в частном доме погибли двое детей. Что стало причиной трагедии в репортаже Ирины Звягиной? Если бы газ был, все было бы нормально. Виктор Шевченко, сосед пострадавшей семьи, после трагедии не находит себе места. Говорит, проснулся ночью от зарева на окнах. Вызвал пожарных и с лопатой бросился к дому закидывать огонь снегом. Стариков вытащили уже. Я говорю, бейте окно, вытаскивайте. Вот здесь они в этой комнате спали. Вытаскивайте стариков. Он хозяин-то побежал, разбили вот с соседом с этим. Вытащили стариков. Я говорю, а дети? На втором этаже же они были. Когда разбили окно, пламя как дало уже, все, не могли залезть никуда. На втором этаже в этот момент были пятеро. Родители и три девочки. Они, когда, говорит, выскакивали, хозяйка упала. То есть у них проем вот этот, где лестница, она наступила и упала уже. Лестницы не было. Она просто упала. Назад уже не вернуться было. И он так же. Они девочку схватили одну. Старшей Лили было пять. Младшей Рите исполнилось только два года. Девочки сгорели заживо. Третьей дочери повезло. Она отравилась угарным газом, но выжила. Специалисты МЧС выясняют причину пожара. Предварительной причиной, с большой долей вероятности, это нарушение техники безопасности при эксплуатации электрооборудования. Там был смонтирован котел, электрокотел без разрешения. И вот в этом месте, где стоял этот котел, с этого места и пошел очаг пожара. Им должны были в декабре подключить газ. Они все деньги отдали на газ. У них ни дров, ничего не было. И что-то у них там с тех условиями не получилось. За жизнь троих взрослых пострадавших сейчас борются эскетимские врачи и специалисты областного ожогового центра. Состояние оценивают как тяжелое. Люди получили множественные ожоги. Есть угроза жизни. Ирина Звягина, Никита Решетков, Владимир Напрячук. Новости ОТС. Сверху лед, внизу сугробы. Там, где не чистят снег, а с крыш свисают сосульки, скорее всего, нужно поднять тариф за содержание жилья. Об этом заявили сегодня сотрудники Новосибирского департамента энергетики и ЖКХ. Специалисты посчитали, в областном центре больше тысячи зданий, рядом с которыми опасно ходить и сложно проехать. В основном это ветхие двухэтажки Дзержинского, Зайльцовского и Центрального районов. Денежные сборы с такого дома, как правило, не превышают 4 тысяч рублей в месяц. При том, что один рейс Камаза на снегоотвалы обратно стоит 3 тысячи. Придомовая территория совершенно не чистится. Ну, жители вышли, старшая по дому или как председатель совета дома поговорили. У меня сразу первый вопрос. Сколько вы платите за уборку от вашего двора, от снега? Нисколько. Нисколько. Я говорю, ну, так нисколько это значит. И работы никакой нет. Так мы это поняли уже. Мы сейчас вот уже новый тариф, мы уже туда закладываем. Это все считается. Сколько нужно почистить дворник, чтобы работал, снег вывести. А вывести снег дороже, чем мусор вывести. Сигнал СОС дошел из Луганской и Донецкой до столицы Сибири. Сегодня в наш город прилетел руководитель движения Новороссия Игорь Стрелков. Главная цель визита – организовать сбор помощи для ополченцев. Николай Сальников расскажет подробнее. Это вчера боевые операции под градом Пуль, а сегодня – визиты по российским регионам. Движение Новороссия организовано специально для хозяйственных поставок на нужды донбасского ополчения. В первую очередь требуются теплые вещи и предметы гигиены. Цель Стрелкова – найти единомышленников в России. Вопросов у журналистов так много, что не успевает задать и половины. Игорь Стрелков комментирует ситуацию на линии огня. В ответ на массированные обстрелы Донецка и Луганска ополчение перешло в наступление. Успех этого наступления пока очень скромный, но бои продолжаются. С обоих сторон очень большие потери. Украинская сторона теряет больше людей, причем заметно, можно говорить, примерно о двукратном преимуществе в потерях, если можно так сказать. Неделю назад стало известно о гибели под Донбассом новосибирца Юрия Левашова. Неудивительно, что журналистов интересует, много ли сибиряков-добровольцев на Донбассском фронте. Что касается вопроса, сколько новосибирцев там воюет, я вам не могу точно сказать, поскольку отдельный учет по Новосибирску не велся. Но я знаю, что там воюют уже, пожалуй, больше тысячи российских именно добровольцев, то есть людей, которые не являются военнослужащими. Координатором сбора гуманитарной помощи в Новосибирске назначили общественника Ростислава Антонова. Вещи можно приносить в офис организации «Гражданский патруль». Николай Сальников, Олег Сурков, Новости ОТС. У нас с ним одинаковые глаза. Вообще моя душа, альтер-эго мое. Ветки, помет, кровь. Такая картина в Первомайском сквере через каждые 100 метров. Противостояние советской какой-то власти, да, и потом вдруг этого ничего не стало. И противостоять стало нечему. Оставить нельзя арестовать. Зоозащитники активно обсуждают возможные изменения в законодательстве. Сейчас судебные приставы имеют право изымать домашних животных у должников. Но уже скоро депутаты Госдумы могут это запретить. С ним одинаковые глаза. Вообще моя душа. Альтер-эго мое. 1 февраля Орландита исполнится три года. Хозяйка Светлана готовится широко отпраздновать события. Много гостей. Торт из мяса со свечкой из сыра. Будем хоровод водить, петь ему там песню «Каравай-каравай». И придут его друзья-собаки, с которыми он сильно дружит. И с этими собаками он будет играть. Светлана – судья международной категории. В собаках души не чает. И не только в своих. Недавно приставы в счет долга пытались арестовать щенков у ее хороших знакомых. Имущество описали и оставили на так называемое ответственное хранение у хозяев. Дали шанс на самостоятельную реализацию. Должники могли выкупить своих питомцев до того, как их пустят с молотка. Возникает сразу много нюансов. Животное – это правда не имущество. Это понятно, шкаф может стоять 200 лет, ему ничего не будет. А животное может умереть, оно может заболеть. А если животное погибло, как в этой ситуации человеку быть законом? То есть на него будут какие-то преследования, что якобы он имущество это испортил? Не так давно в Карасукском районе был случай, когда должник съел арестованного коня. Умышленность установили. Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет. Всего же за прошлый год в регионе изымать приходилось не только собак и кошек. В списке больше 40 овец, есть коровы, хорьки, даже несколько пчелиных семей. Конечно же, это же очень болезненно как для судебного пристава-исполнителя, так и для человека, кто отдает в счет погашения долгов своих домашних питомцев. Чаще всего сердце хозяина не выдерживает, и он быстро гасит задолженность. Некоторые начинают торговаться. Они считают, что стоимость их животного сильно занижена. Приставы объясняют. Оценку делают не они, а независимые эксперты. А спорить сумму можно в суде. Представители закона подчеркивают, очень часто только страх потерять питомца заставляет принципиальных неплательщиков отдать долги. Зоозащитники же с нетерпением ждут, когда депутаты Госдумы примут закон, запрещающий изъятие животных. Животное по своему психоэмоциональному развитию, интеллектуальному, в частности собака, соответствует уровню трехлетнего ребенка. И если собаку изымают из семьи, от его хозяина, то это тоже очень часто животные отказываются от пищи, могут просто умереть от тоски. Кредитов у россиян много, с долгами удается разобраться не всем. Так что аресты животных бывают в каждом регионе. В Санкт-Петербурге изъяли трех удавов, в Тамбовской области 50 оленей, в Астрахани двух волнистых попугайчиков. Закон суров, но это закон, а новый пока не принят. Наталья Цопина, Борис Гладких, Новости ОТС. Из застройки хотят отнять дочку. В Октябрьском районе Новосибирска местные власти странным способом пытаются решить проблему жильцов. Частный дом разваливается от застройки по соседству, отдел опеки не придумал ничего лучшего, как забрать ребенка из благополучной семьи. Подробности выяснял наш корреспондент Александр Могилин. Я никуда ее не отдам. Я говорю, я замолчу, когда умру. Все. И то есть кому сказать слово, поэтому никуда не отдам. Юлия Максютова в шоке от предложения органов опеки забрать у нее двухлетнюю дочь Вику. И дело тут вовсе не в семейном неблагополучии. Мы рассказывали, вплотную к этим частным домам застройщик возбудит многоэтажку. От ударов свай хибарки трещат по швам. И вот комиссия районной администрации решает, что проживать здесь опасно. Поэтому маленькую Вику матери предлагают отдать в детский реабилитационный центр. Я написала отказ, спросила, ну вот я сейчас напишу отказ, и что? Девушка сказала, ну пока это вот на пожелание, как бы вот пока. А что будет потом, как бы приедут, заберут или не заберут, как бы она не вдавалась в подробности. Но сказала одно, что органы опеки от нас не отстанут. В отделе опеки информацию опровергают. Говорят, хотим переселить всю семью. Нашли комнату в общежитии реабилитационного центра. Мы предложили, но семья категорически отказалась от такого переезда. И на сегодняшний день вот то, что в нашей компетенции мы сделали, скажем так. Речи об отобрании ребенка не ведется и не велось. И этого не говорилось родителям. Бросать дом и перебираться с мужем, Викой и матерью в комнатушку общежития Юлия не хочет. Но оставаться здесь большой риск. Стройка работает вовсю. Дом, между тем, продолжает рассыпаться и дошел до критического состояния. Потолки провисли, ну, уже довольно сильно. И даже подпорка деревянная, которую установили жильцы, прогнулась. Она уже не спасает. Так что находиться в этом доме семье Юлии с маленькой дочкой все сложнее и сложнее. Каждый день может стать последним. Застройщик расселять эти дома не собирается. Поэтому семья пишет письма во всевозможные инстанции. Откликнулся пока только местный депутат. Если уже покушается на святое, пытается забрать детей у родителей. Причем они не виноваты в том, что вот такая ситуация с жильем. С другой стороны, и мэрия ничего не делает для того, чтобы решить этот вопрос. А ситуация уже зашла в тупик. Ее надо вот в срочном порядке эту ситуацию как-то вот разруливать. Этим мы сейчас и будем заниматься. Депутат обещает напрямую обратиться к мэру мегаполиса с просьбой предоставить Юлии и ее семье нормальную квартиру. До того, как их ветхий дом обрушится. Александр Могилин, Андрей Карасев, Новости ОТС. Вороны атакуют Новосибирск. Сегодня ночью посетители Первомайского сквера наблюдали нашествие птиц. Повреждены ели на тропинках кровь. Что случилось с птицами, узнавала Елена Щербакова. Счастники гор Зеленхоза горюют, ученые недоумевают. Что этой ночью случилось с птицами? Сегодня здесь была у птиц ночлежка. Причем была она очень большая, видать, массово. Может быть, вы когда вы отнимали, обращали внимание, на небе прям такие большие-большие стаи галок, ворон, не знаю, кого-то там пролетают. Возможно, они все ночевали сегодня здесь у нас. Вот это они сидели, вот видно вот эти места, вот обломали вот эти веточки. Что с этим делать, как с этим быть, мы пока не знаем. Первомайский сквер находится в самом центре Новосибирска и освещается со всех сторон. Возможно, это и привлекло птиц. Но почему так много и почему именно этой ночью, пока вопрос. Люди после ночных посиделок обычно оставляют после себя пустые бутылки, бумажки. А вот у птичьих вечеринок, оказывается, тоже есть последствия. Ветки, помет, кровь. Такая картина в Первомайском сквере через каждые 100 метров. Ученые предполагают, что в центре мегаполиса развлекалось несколько сот пернатых. Вполне вероятно, что вечеринка закончилась дракой. Я никогда не вижу, чтобы так мертвыми были птицы. Вторую, причем, за день. Днем птиц найти так и не удалось. В светлое время суток вороны предпочитают мегаполису за город. Особенно любят свалки. Проблему создали сами горожане, так сказать. Поскольку не было бы этих свалок, этих полигонов, твердых бытовых отходов с пищевыми отбросами. Не было бы этой проблемы. Скопление серых ворон, черных ворон, гибридных ворон, галок тоже. Они все собираются сначала на свалках, а ночуют в центре города. Орнитологи рекомендуют убавить освещение. Возможно, тогда Первомайский сквер потеряет привлекательность для пернатых. Хотя ученые уверены, что вскоре вороны и сами покинут город. Месяца через два. Елена Щербакова, Андрей Дулепов. Новости ОТС. Ударил 10 лет назад, а наказать пытались сегодня. Замначальника эскетимского отдела полиции Сергея Ясинского выпустили из-под стражи прямо в зале суда. Расследование по давнему уголовному делу возобновили. Обвинение превышение должностных полномочий. Подробности далее. По данным следствия, 10 лет назад Ясинский при допросе несовершеннолетних превысил свои полномочия. Исходя из показаний свидетеля, оказывается давление со стороны сотрудника полиции на него с целью избежания уголовной ответственности. Есть основания у следствия полагать о том, что обвиняемый, а ему на сегодняшний день предъявлено обвинение в совершении тяжкого преступления. Это статья 286, часть 3, пункта превышения должностных полномочий с применением насилия. Имеются основания полагать о том, что обвиняемым оказывается давление. Об этом имеются соответствующие данные. Сегодня состоялось заседание суда, на котором избрали меру пресечения. Все за закрытыми дверями. Даже родственников не пустили в зал. Сотрудники отдела полиции считают, что все происходящее – недоразумение. Сергей Ясинский успешно руководил оперативными группами по раскрытию громких и особо тяжких преступлений. Вот если говорить о преступлениях против личности, практически в районе 100% мы их ежегодно поддерживаем. То есть от всех заявленных преступлений самая лучшая расставаемость в области. Одна из лучших расставаемостей в области. Именно по этому направлению. Могу сказать одно, что с недопониманием отнеслись. Тоже все ситуации. Но считаю, что справедливость нам с торжествует. Суд не усмотрел оснований для ареста подозреваемого. Ясинского освободили под подписку о невыезде. Следствие продолжается. Если вина полицейского будет доказана, ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы. Андрей Баев, Ирина Звягина, Владимир Анапричук. Новости ОТС. Следы на снегу. Документальный фильм о сибирском панк-роке 80-х вышел в широкий прокат. Премьера состоялась в Новосибирске в кинотеатре «Победа». Громкой рекламной кампании не было. Лишь анонсы в социальных сетях, да афиша в кинотеатре. На премьеру фильма в Новосибирске пришли избранные. «Победа» 64 минуты о звездах сибирского панк-рока. О том, как в середине 80-х на кухнях, на лестницах, в подъездах впервые зазвучали песни гражданской обороны, черного лукича, инструкции по выживанию и многих других. Сначала они подражали зарубежным исполнителям, но очень скоро нашли свой стиль. Протест в атрибутике, крашеные волосы и ракезы, цепи, косухи с клепками. Все это было в Советском Союзе, в Прибалтике, Ленинграде, Москве. Но только не у нас. В 80-е годы в Новосибирске, Омске и Тюмени такое самовыражение, мягко говоря, порицалось. У нас рокеры изливали душу в творчестве, в текстах и музыке. Смелость, которой даже столичные панк-группы завидовали. Противостояние советской какой-то власти, да, и потом вдруг этого ничего не стало. И противостоять стало нечему, потому что советской власти не стало. И каждые группы начали искать свой какой-то ход. Кто-то уходил в подполье и отказывался от выступлений. Кто-то, наоборот, выступал еще больше и пытался встать на эти коммерческие рельсы. Но так или иначе, больших успехов никто не добился. Следы на снегу, документалистика в чистом виде, нет авторского текста. Только интервью бывших панков и фрагменты концертов. В Новосибирске фильм показывают до 4 февраля. Тому, кто не слушал сибирские панк-группы 80-х, незнаком с творчеством Егора Летова или Янки Дягилевой, все происходящее на экране может показаться чем-то бессмысленным и в какой-то степени антисоциальным. Но поклонники этого стиля всегда могут возразить. За музыкой идите в консерваторию, за эмоциями на рок-концерт. Анатолий Харитонов, Олег Сурков, Евгений Агеев. Новости ОТС. Еще вчера поделки для развлечений детей, а сегодня высокое искусство. Кто лепит историю региона и страны, узнавала Елена Подкорытова. У каждого экспоната фотосессия. Студенты из Южной Кореи на память о России увезут впечатления от Новосибирского фестиваля керамики. Более 800 работ, скульптуры, картины, панно, игрушки, произведения именитых мастеров и начинающих художников со всей страны. Здесь очень много количества и вообще красиво, мне очень понравилось. И если потом, если у меня есть свободное время, я хочу еще раз приедет здесь, смотреть. Времени осталось совсем мало. Выставка работает в последние дни. Десятый юбилейный фестиваль керамического искусства самый посещаемый. Если во время каникул и во время выходных более 500 человек приходило на выставку и радовались и оставляли записи в книге, отзывов, то это самое главное. Конечно же, то, что выставка юбилейная, это сработало. И то, что теперь выставка приглашена в другие регионы, это тоже заслуга наших художников. Открытием на выставке стали работы юных мастеров фантазии и профессионализм. Поразили даже строгая жюри фестиваля. Для детского творчества выделили целый этаж. Участники из Кузбасса, Алтая, Новосибирской области доказали – керамическое искусство популярно у современной молодежи. На 100 художников только один скульптор. Скульптор видит все в объеме, как в 3D. Он смотрит на тебя, он видит затылок, он видит боковые части. Вот здесь вот потрясающие скульптурные работы, выполненные из красной глины. Самые интересные работы отправятся в Томск. А в художественном музее уже приступили к подготовке следующего, 11-го фестиваля. Его тема – керамика, это модно. Елена Подкорытова, Константин Минин, Ности ОТС. И о спорте. Сибирь наступает на пятки лидеру Восточной конференции. Победа над Амуром позволила новосибирцам укрепить турнирное положение и приблизиться к Акбарсу. Подробности матча в нашем следующем сюжете. Выход в плей-офф. Но стартовый отрезок показал – сбрасывать Амур со счетов рано. Гости активно начали, заставив болельщиков на трибунах понервничать, а вратаря Сибири совершить несколько сейвов. Соперник здорово начал, и это стало сюрпризом для нас. Мы не сразу вошли в игру. Одним из героев первого периода стал вратарь Амуром. Он отразил 21 бросок. Только в середине второй 20-ти минутки счет на табло изменился. Причем Сибирю, которая до этого не клеилась игра в неравных составах, забила в меньшинстве. «Передача! Шайба вонота! Артем Ворошила!» «Как разыграли!» «В меньшинстве забросили шайбу». Автор первой шайбы Артем Ворошила прервал свою безголевую серию, которая длилась без малого полтора года. По ходу матча он перешел из третьего звена в первое, заменив Сергея Шумакова. На время отсутствия Йонаса Энлунда главный тренер новосибирцев ищет оптимальное сочетание. «Тот же Ворошила, он просто добавил мобильность этому звену. То, что мы хотели, мы в принципе и сомневались, когда ставили Сергея. Не настолько он мобильный, как тот же Йонас. Нужен Бог. Наверное, все-таки игрок похож на постель, на Йонаса». Амур счет сравнял, но ненадолго. Алексей Копейкин и Ярна Каскиран до концу второго периода сняли все вопросы о победителе матча. Точку поставил Игорь Ажиганов мощным броском от синей линии 4-1. «К середине второго периода были совершены несколько простых ошибок со стороны нашей команды, которые позволили забить сопернику три шайбы. Причина тому – индивидуальные ошибки наших игроков. Тем не менее, хотел бы отметить, что от игры к игре команда работает все лучше и лучше». Теперь разница между Сибирью и лидером Восточной конференции Казанским Акбарцем составляет всего 4 очка. До конца регулярного чемпионата команде осталось провести 10 игр, и большая часть из них на выезде. 1 февраля новосибирцы встретятся с адмиралом из Владивостока. Кристина Лата, Андрей Дулепов, Новости ОТС. Чемпион мира сыграет за мини-футбольный «Сибиряк». Уже завтра он и другие новички клуба сразятся в четвертьфинале Кубка России с московским «Динамо». О готовности противостоять одной из сильнейших команд страны Кристина Берлизова. Наконец-то на тренировке все четыре новобранца «Сибиряка». Евгений Толстов и Евгений Мурашов перешли в аренду из Тюмени еще месяц назад. На днях подписали долгосрочный контракт с бразильцем Симисойоти. Но главное приобретение клуба – чемпион мира Бразилий Дже. Он перешел в команду вместо Умберто из казахстанского «Кайрата» всего пару дней назад. Но уже провел две тренировки. На самом деле случилось очень быстро. Я играл в команде «Кайрат» в Казахстане. И продолжение пришло очень быстро. Пришлось долго не думать. Я знаю, что здесь, конечно, «Сибиряк» ставит только всегда высокие задачи. И здесь очень много хороших, сильных команд. Чемпионат очень сильный. И многие команды всегда метят на самые высокие награды. Но я думаю, что работая очень хорошо и взяли много времени тренировку, мы придем к поставленной цели и все-таки станем чемпионом «Сибиряком». Завтра в первой игре против «Динамо» в четвертьфинале Кубка России на поле впервые выйдут Марашов, Толстов и Же. Причем последний в четверке вместе с бразильцами Дарланом и Лео Сантаной. В Союзе, скорее всего, начнет выступать за «Сибиряк» с февраля. Состояние новичков тренерский штаб оценивает как хорошее. Уже практически месяц занимаются. То есть мы их подвели физически. Единственное, я говорю, есть шероховатость. Это в понимании игры может быть. Под строем всегда нужно притереться друг к другу, узнать больше друг от друга, кто как двигается, как открывается, взаимодействие. Все это, я думаю, придет немножко попозже, со временем. Но, тем не менее, они профессионалы, довольно хорошего уровня. Поэтому, я думаю, продемонстрируют все, на что способны. Если есть в составе пополнение, то есть и потери. Завтра мы не увидим Николая Плахова, Константина Тимошенкова и Решата Котлерова. Они залечивают травмы. Но и без них команда должна справиться. В этом сезоне, по словам Евгения Куксевича, все идет как никогда хорошо. Все идет, я бы сказал, как никогда хорошо. То есть мы четко поняли, что правильно готовим микроциклы, правильно выводим на физическую форму, на пик формы, к играм. Единственное, последняя игра с генерацией, мы немножко поменяли планы. Я это говорил уже в интервью. Где-то мы его изменили, поэтому увидели разницу. И поэтому уже четко намеченный план, мы его поддерживаем и будем поддерживать в дальнейшем. Завтра у Сибиряка первый из двух четвертьфинальных матчей с московским «Динамо». Лидеры Суперлиги уже встречались в Кубке страны, тогда победу праздновали «Динамовцы». В этот раз у Сибиряка есть шанс взять реванш, тем более с усилением в составе. Игра пройдет завтра, 31 января, в спорткомплекс «Ингасу». Начало в 13.30. Кристина Берлизова, Андрей Дулепов, новости ОТС. И на этом у меня все. В студии работала Ангелина Леденева. Хороших выходных и увидимся. Внимание! В магазине «Мутон Люкс» теперь и кожаные пуховики. Вас ждет стильная коллекция с 42 по 58 размер. Спешите примерять и покупать. Здравствуйте, спонсор прогноза погоды – торговая марка «Сакура». «Сакура» – качество, дизайн, функциональность. С бытовой техникой «Сакура» для приготовления домашнего завтрака и 15 минут вполне достаточно. В ближайшие дни юг Западной Сибири будет находиться в антициклональном поле. Облачности будет мало, поэтому ночью будет морозно, а дневные температуры будут постепенно повышаться. 31 января по прогнозу западно-сибирского метеоагентства «Молосибирский без осадков» на дорогах местами гололедица. Будьте осторожны. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду, влажность 70%. Температура ночью – 20-22, днем – 16-18. В последующие двое суток осадков не ожидается. Температура воздуха в воскресенье – днем – 15-17, в понедельник – 14-16. На этом у погоди все. Я желаю вам всего самого хорошего. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!